Сегодня у нас не так много времени для того, чтобы ответить на вопросы, которые вы задавали во время нашей региональной недели. Я постараюсь быстренько и коротко. Первый вопрос задавали женщины, которые проработали всю жизнь в сельском хозяйстве, а под старость потом уехали к своим детям. Так вот теперь им не выплачивают вот эту тысячу рублей, которую выплачивают тем, кто остался работать в селе. Это несправедливо. Я вам сообщаю, что я написала правительство этого, Министерство сельского хозяйства, для того, чтобы рассмотрели этот вопрос. И здесь вот это исключили эту несправедливость. Следующий вопрос, который задают везде, это дольщики. Мы здесь собирали в Думе уже много раз их, говорили, все. Но пока только банки получают свои проценты, а дольщики как не имели свои квартиры и потеряли свои деньги, так и есть. Поэтому нужно этот вопрос решать. Некоторые регионы берут на себя это, строят и выдают эти квартиры. Но очень много еще жителей осталось вот в таком положении, в сложном. Следующий вопрос, который мне задавали, это те самые беженцы, которые к нам приехали уже несколько лет с Украины в основном. Мы принимали много законов о том, чтобы упростить и так далее, их пребывание, их регистрацию получить. Но, к сожалению, вопросов очень много. Они не могут получить регистрацию, они не могут получить нормальное жилье. И, конечно, и сами также не хотят ехать в село, в основном только в города. Хочу сказать несколько слов также о пенсиях. Возмущаются люди очень. Возмущаются. Я думаю, что правительство все-таки пересмотрит свое решение. Оно было несправедливое и неправильное. Посмотрите внимательно, куда возьмут женщину или мужчину с 65 и 60 лет на работу. Да никуда. Сейчас в основном средний бизнес, он хотел бы молодых. А молодые сегодня тоже. Их еще надо учить, учить и учить. Поэтому вот этот вопрос о пенсиях нам необходимо пересматривать. Надо сказать, что очень много вопросов также задают о том, что многодетные семьи. Это вопрос касается конкретно моего комитета. Многодетная семья получает довольно много льгот. Довольно много. Я могу их перечислять, просто у нас нет времени. Но одна из самых таких больших и хороших льгот, я считаю, это решение правительства выдать семье многодетной землю. Но землю не такую, какую сейчас дают. Там нет ни инфраструктуры, там болотистая местность, там нельзя построить ничего, там нельзя ничего посадить. Это, знаете, как называется, отмахнулся, да и все. Поэтому это безобразие, это следует проверять. Поэтому надо сказать, что есть еще один очень такой важный вопрос. Это малый и средний бизнес. Приходили ко мне представители. У нас есть уполномоченные по правам бизнесменов, которые работают непосредственно с президентом, много помогают. Но тем не менее, все вопросы решить он не может. Малый и средний бизнес в основном подвергается налогообложению. А налоги, вы знаете, у нас сегодня бывают самые разные. И зачастую отвечает не налоговик, который написал непонятно что и сколько, а отвечает в основном хозяин предприятия, который не может никак эти налоги выплатить. Хочу вам также сказать несколько слов, ну, хороших, например. Надо сказать, что женщины наши сейчас на первого ребенка получают пособие, на второго ребенка могут получить пособие своего материнского капитала. Но здесь опять есть запятая, потому что материнский капитал, он может быстро закончиться и пособие тоже закончится. Поэтому его нужно индексировать. И со 2020 года нам обещает индексацию материнского капитала. Его сохранили. Это очень положительное решение. Еще хочу сказать о молодых семьях. Мы говорим, чтобы у нас побольше рождалось детей, чтобы у нас демография была в норме. Но дело в том, что для того, чтобы женились люди, они прежде всего нормальные люди. Они думают, как я буду растить, как буду учить, где я буду жить со своей семьей. Поэтому есть программа «Жилье для молодых семей». Но это программа до 35 лет. Когда 35 лет исполняется, уже снимают как бы с очереди, и все, ничего не выдав. Это изобразие, конечно. Я вносила законопроект такой, чтобы пока не выдадут жилье, не снимали с очереди. Однако он в Государственной Думе не прошел, к сожалению. Хотя президент принимает решение, что если строится и берется ипотека, то 450 тысяч дается как на помощь для получения, для покупки вот этого жилья. Это плюс, конечно. Надо сказать, что много очень у нас вопросов еще и по рождению, когда родятся двойняшки, иногда тройняшки. Вот тут нужно решать обязательно вопрос, многодетная это семья или нет. И нужно тогда решать вопросы материальные. Я могу вам рассказывать очень много, но у меня есть коллега, который должен свои вопросы сказать. Но самое главное отмечу, если бы мы с вами получали нормальную зарплату, на которую можно жить, тогда не нужно было бы никаких льгот и не нужно было бы ничего считать. А то вот на многодетную семью, если живет он в квартире, то 5 метров не платит налог, а если в доме, то 7 метров не платит. Одних считальщиков будет больше, чем помощи. Поэтому я бы хотела, чтобы у нас эти вот вопросы о пенсиях и о зарплатах решались бы в первую очередь. И прожиточный минимум, приравненный сегодня к минималке, он не решает проблемы. Я буду говорить о новых, вновь открывшихся положительных обстоятельствах для малого и среднего бизнеса благодаря действиям КПРФ. Как вы знаете, позавчера лидер нашей партии Геннадий Андреевич Зюганов встречался с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Полтора часа продолжалась интенсивная и напряженная дискуссия по основным вопросам политической, социально-экономической жизни страны. И один из важных вопросов, который поднял Геннадий Андреевич, был вопрос, связанный с поддержкой народных коллективных предприятий. Как вы знаете, больше 10 лет КПРФ выступает за поддержку этой самой демократической формы собственности. Что такое народные предприятия? Это предприятие, где как минимум 70-75% акций находятся в руках трудового коллектива, и он имеет отношение непосредственно к результатам труда. Так вот, после более чем 10 лет работы, два года назад был создан Национальный союз народных коллективных предприятий в Российской Федерации. И его президентом, директорами предприятий, был избран я, то есть ваш покорный слуга. И после двух лет работы мы имеем определенный результат во взаимодействии и с правительством, и с государственными структурами, министерствами, ведомствами. И как разрешение вот этих вопросов стало признание Союза народных предприятий председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Я хочу вам сейчас показать приветствие, которое направил представитель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев на второе ежегодное заседание Совета народных предприятий, которое состоялось ранее в торгово-промышленной палате, где премьер-министр подчеркнул, что созданный два года назад Национальный Союз, уникальная организация, включает в себя больше 200 предприятий в стране и работает по поддержке коллективных и демократических форм хозяйства. Это очень важно. Но главное было добиться для наших народных предприятий мер государственной поддержки. Вот после ежегодных консультаций с аппаратом правительства мы получили ответ на мое обращение, которое мы получили в РИО министра промышленности и торговли, где по всем основным пунктам мы получили ответ «да». То есть именно эта форма будет дальше активно развиваться. А какие это пункты? Это, во-первых, будет создан экспертный совет при Министерстве промышленности, в которую войдут директора народных предприятий. Во-вторых, Минпромторг обещает поддержать инициативу по разработке комплексной целевой государственной программы поддержки. В-третьих, Министерство готово оказать поддержку народным предприятиям через фонд развития промышленности, то есть льготные кредитования до 5% годовых, но до 7 лет. Четвертый пункт – это создание информационной базы данных, которым нуждаются предприятия, это форма собственности. Также будут проведены консультации с Министерством промышленности и экономического развития для создания центра по обучению молодых предпринимателей и трудовых коллективов, как создавать народные предприятия, как в них работать и как им интегрироваться в нынешнюю рыночную экономику. И, наконец, Минпромторг вырос готово смотреть и обсудить конкретные предложения при подготовке законопроекта о народных предприятиях. Такой законопроект был принят почти 20 лет назад, в 1998 году, 115 ФЗ, по которому и были созданы эти предприятия, но он устарел. И нужно упростить форму его регистрации предприятий, понизить, возможно, планку с 75 до 50% в руках трудового коллектива, допустить дополнительных акционеров. Я думаю, вот такие комплексные меры правительства, которые прошли именно по инициативе КПРФ, сыграют на благо страны, на консолидацию нашей нации перед лицом тех вызовов и будут продолжением призывов, которые в последнем собрании, обращение к Федеральному собранию президент страны Владимир Путин озвучил перед нами депутатами Госдумы. Спасибо.